Всем привет, друзья! Я уже рассказывал несколько раз, что мы собирались запустить новый проект. Вот мы его запустили. Канал называется Россия без будущего. С января он начал работать. Идея такова. Это совместный проект моего канала. И ребят из Европы, они живут в Эстонии, в Таллине. Канал Ару ТВ, вы знаете, много раз приглашал их на эфир. Делали уже какие-то совместные проекты. Изначально это был проект, который мы хотели назвать по обе стороны маленькой победоносной хернии. Потому что нельзя такие слова произносить. Но вот решили остановиться на таком названии. Россия без будущего. Суть проекта в чем? Я со стороны России, человек со стороны Евросоюза. Мы берем одну какую-то новость и начинаем ее обсуждать. Как она подается здесь, как она подается там у них. И еще может быть какие-то вещи, которые интересуют и зарубежных зрителей. Имеется в виду русскоязычных и наших. Может кто-то что-то захочет спросить у ребят с той стороны. В общем задумка вот такая. Проект уже начал работать потихоньку, помаленьку. Понятно, что мы сейчас раскручиваем канал. И периодически я буду выставлять в том числе и сюда. На основной канал вот такие вот видео. Для чего я делаю. Для того, чтобы вы подписались на тот самый канал. Для того, чтобы вы уже начали заходить туда. Там уже несколько видеороликов лежат на самые разные темы. И они будут продолжать добавляться. Пока два раза в неделю там видно будет. Скорее всего в обозримом будущем вообще в прямом эфире все это дело будет выходить. Но поэтому предлагаю. Ссылка на канал будет в описании. Перейдите. Подпишитесь обязательно. И если не сложно, может правда вам все это дело понравится. Ну и будем посмотреть. Наслаждайтесь! Это Россия без будущего. Специальный проект двух каналов. Реальная журналистика АРУ-ТВ. С вами Ватник и Хрусофоб. Сегодня говорить как раз будем о русофобии. Меня зовут Александр Романенков. Мой собеседник. Андрей Кузичкин. Писатель, публицист. Наверное уже даже журналист. Погнали! Андрей, сразу к вам хочу обратиться к тебе. Хочу обратиться вот с этим вопросом. Появилось не так давно в нашем лексиконе, некоторое время назад, не знаю давно, не давно, вот это вот слово русофобия. Никто не знает, когда оно появилось, что оно означает. Вот для тебя это что вообще такое? У нас на каждом углу сейчас кричат русофобия, русофобия, русофобия. Я, если честно, не понимаю, что это, и зачем это, и кому это вообще надо. Не, ну это понятно все. Вообще слово такое появилось-то не так давно, но и тем не менее стало достаточно популярным именно в связи с проведением специальной военной операции, в связи с борьбой с Западом, с НАТО и со всеми прочими. И это слово теперь модное, но оно такое неисчерпаемое, как и атом по своей значимости, по своим значениям, которые включают. Ну то есть это любого человека, кремлевская пропаганда, любого человека, который критикует лично Путина и что-то там имеет против России, сразу же причисляют к стаду русофобов. Вот, и русофобия это пещерное, и всякое-всякое разное. Ну, то есть, по сути, это раньше тоже такое же было все, вот, пещерный антисоветизм на Западе гнездился, да, вот он теперь мутировал, превратился в такую пещерную русофобию. Ну вот, да, и вот Эстония, в которой я имею счастье проживать, вот уже скоро 9 лет, да, но она вот как-то оказалась именно в авангарде русофобских стран, потому что очень часто на российском телевидении, да и с уздепутатов Госдумы России звучат обвинения претензий именно в адрес эстонских властей, что разгоняют здесь русофобию. Вот-вот-вот мы такие русофобия. Нет, ну смотри, я вот, если честно, запутался. Есть враги народа, есть предатели уже, да, есть вот русофобы, есть иностранные агенты, это не одно и то же. И, кстати, по поводу русофобии, я узнаю, что у вас в Эстонии как раз много лет проходила так называемая русская ярмарка, и вдруг в этом году она стала нерусской. Что случилось? Мы тут, Владимир Владимирович Путин и все его сторонники, включая меня Ватнова, мы не понимаем, что случилось, хотим у вас поинтересоваться. Так в том-то и дело, что случилось страшное. Конечно, разделить русофобов иноагентов можно, потому что иноагент все-таки правовое понятие, а русофоб, оно такое вот больше эмоционально оценочное. И обычно русофобами все-таки называют представители других национальностей, стран, государств, которые почему-то вдруг решили критиковать Россию и автоматически сразу попадают в разряд ненавистников всего русского. Но да, на самом деле мы не так давно общались с собой в эфире, и я говорил о том, что в Эстонии сохраняются русскоязычные телеканалы, газеты, издания, русскоязычное образование, которое... В России об этом никому не говорят. В России говорят, что ничего, там даже по-русски запрещают людям говорить, и, наверное, надо развеять все-таки в конце концов уже этот миф, что по-русски ты не только со мной разговариваешь. Ну, я не знаю, потому что свечку не держу и 24 часа с тобой рядом не хожу, но что-то мне подсказывает, что не только со мной говоришь по-русски, доходясь в Эстонию. Ну, у нас район Снамяя в Таллине, это такое своеобразное гетто, да, русскоязычное, как Харлем, например, в Нью-Йорке. Вот, и здесь преимущественно гетто процентов 80, наверное, русскоязычное население, поэтому, само собой, в поликлинике и на почте, и тем более в магазинах за кассами, там в основном тети русские все сидят, конечно, все идет общение по-русски, коммуникации. Поэтому проблем нет, но, тем не менее, беда подкралась неожиданно, и я считаю, что как раз в этом вина Владимира Владимировича Путина совершенно чудовищная и совершенно определенная. Это, конечно же, разрушение русского мира. Ну, того русского мира, такого немножко гламурного, такого слегка злокированного мира, который за рубежом представлял русскую культуру и продвигал какие-то вот такие русские культурные нарративы. И теперь, похоже, начинается конец всем этому русскому миру. Масса, потому что существовало различных фондов интеграционных, которые поддерживали именно контакты, обмены. То музеи к нам приезжали, то мы с театрами ехали в Москву, то Питер, то из Питера, из Москвы. Вот в прошлом, позапрошлом году мы приезжали еще к нам театры, многостроили в рамках «Золотой маски», фестиваля. Все это было все хорошо, было все нормально. И у нас остается еще в Тальне и русский культурный центр, русский драматический театр, русский музей. Но вот особенно последние два месяца я наблюдаю достаточно тревожное явление, когда, тем не менее, русское, все русское начинают атаковать с разных сторон. И в первую очередь, кстати, активность проявляют не представители нашей коренной национальности, то есть эстонцы, а местные русские, местные русские очень резко и очень остро выступают за то, чтобы ограничить существование русского мира в том виде, в котором он был до начала конфликта в Украине. И выступают достаточно активно, хлестко. Я вчера только читал, да, ты прав, когда упомянул эту русскую ярмарку, она в Хапсалу проходила, это у нас там город на западе Эстонии, называлась всегда русской ярмаркой, как раз вот приурочена к Рождеству. В этом году ее заменили на ярмарку Сетту. Тебе не кажется, что для того, чтобы нести какой-то русский мир, нести какую-то идею русскую куда-то, в массы, тем более за рубеж, эту идею неплохо было бы иметь? Я вот недаром с этого и начал. Я не понимаю, в чем наша национальная идея сегодня. Да, когда я был маленький, мне рассказывали, что вот мы за мир во всем мире, мы хотим, вот наша национальная идея советская, это вот, чтобы во всем мире все были равны, мы хотим во всем мире построить коммунизм. От каждого по способности, каждому по потребности. Вот, вот идея коммунизма, это была некая такая национальная идея советского человека. Да, сегодня я не понимаю даже вот этого вот выступления путинских олигархов, ну, в частности, эту историю озвучил Малафиев, я буквально в автобнику себя в программе об этом рассказывал, православный олигарх так называемый, что Владимир Путин перед Новым годом объявил, мы будем объединять всех русских людей. У меня тут же возникает вполне понятный, простой вопрос. А по какому, по каким критериям вы собираетесь этих русских людей объединять? То есть это, вот начнем с того, что на территории Российской Федерации на сегодняшний день живет более ста национальностей. Это огромное количество национальностей. То есть эти люди далеко не все русские, чего далеко ходить. У меня жена Марийка, она уже не русская, и дочь моя наполовину Марийка, то есть она только наполовину русская. То есть мне вот с ними что делать? Разъединяться уже сейчас на этом этапе, потому что они и русские, при этом они граждане России. Если говорить по, как они любят говорить, духовные скрепы, исходя из этого, отталкиваясь от вероисповедания, мы, простите, у нас и конфессии огромное количество, более ста национальностей, но у нас там свыше десятка всяких разных конфессий, всяких разных вероисповеданий. В России живут не только православные. Не мне тебе об этом рассказывать, я просто зрителям, которые по ту сторону экрана сейчас сидят, по ту сторону границы. То есть опять же не получается. Если говорить о русском языке, тоже излюбленная тема Путина и пропагандистов, но и здесь непонятно, потому что на русском языке говорят те же украинцы, те же эстонцы, те же казахи. Да мало ли кто говорит на русском языке, но я не думаю, что это повод, это такой какой-то критерий, потому что если так вот разобраться, а завтра кто-то захочет объединиться по принципу английского языка, вот англоговорящие, но я не думаю, что они до чего-то договорятся, потому что те же британцы, те же американцы, это не одни и те же люди, те же канадцы, те же австралийцы. Огромное, конечно, можно перечислять, перечислять. Я не понимаю, по каким критериям вот этот русский мир должен, что должно, где, чем объединиться. Но мы же понимаем, да, что вот есть и вилка, и есть розетка. Вот они друг для друга созданы, но вилку и вилку ты никогда не воткнешь, да. Или там из школьной математики мы знаем, что аоськи с апельсинами их не складывают, как бы не хотелось. Ну, потому что ты не читал Конституцию в ее измененном виде, поэтому такие вопросы задаешь. А в Конституции совершенно четко русский народ наделен статусом государства образующего, и поэтому язык этого народа является единственным государством на территории Российской Федерации. Хотя для там национальных окраин сделаны какие-то исключения. На самом деле идеологи Кремля, а я давно, ты знаешь, и теперь, наверное, зрители знают, что я работал во власти 16 лет, и с представителями этой команды мы когда-то знакомы. Беглые российские чиновники его называют наши пропагандисты. Вот где-то, поймите, сегодняшний хороший человек, с ним объединяться точно не будет. Да, да, да. Сергей Владимирович Кириенко, да, она вместе на Джипе ездила. Потом скоро. Ужас, ужас, какая у меня биография, страшная, жуткая. Но я, короче говоря, это мне помогает представить то, что происходит в главах этих людей. Ну и потом ты Петерима Сорокина не читал. На самом деле все понятно и просто. Путин создает империю, Российскую империю. Российская империя тоже была многонациональной, но статус русского народа, естественно, был доминирующим. Вот у Петерима Сорокина, которого очень любит Путин читать и цитировать, это все описано, но в отношении, конечно, православной церкви. Когда его спрашивают, ну как так вот, да, на самом деле мы держимся, держится вся Россия на трех вот этих вот столпах, да, значит, православия, народности, самодержавия. А у нас, помимо православия, там и мусульмане, и иудеи, и все прочее. Как с ними-то быть-то тогда вот, да, как нам плыть, ну тогда не в коммунизм, да, а в светлое российское монархическое будущее. И он объяснял это так, что вот представьте себе, православие это такой большой-большой корабль, а вокруг него маленькие-маленькие утлые лодочки. Ну и вот как начнется буря, корабль этот останется на плаву на все остальные потонут. То есть расчет, видимо, шел именно на это. И, конечно же, конечно же, воссоздавая вот эту вот империю, задумывая, что именно русский народ станет таким вот ядром, ядром, образующим эту империю, статусом уже Конституции наделили, государствообразующая нация. А все остальные, они как бы прибьются, они просто прибьются, они вынуждены будут изучать русский язык. Например, тот же самый Татарстан до последнего держался, 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 обязательно изучение было татарского языка, а все это вот потеряли. Раньше это было страшно представить, чтобы там во времена Ельцина произошло демонстрация массовой, все прочее, все тихо, мирно, ну, немножко побузили, рассосалось. Точно так же все это ожидают и другие народы. Отбросить, если весь степ, шутки в сторону, объединяться, это все равно ведь вокруг кого-то, вокруг чего-то надо. Объединяются, как правило, вокруг умных, образованных, интеллигентных людей. О чем говорить? За последние сто лет, ладно за сто лет, за последние там 30 лет, за последний год из России уехало огромное количество людей, это та самая интеллигенция. Мы столько, по-моему, сроду из страны не уезжали, это люди образованные, имеющие даже не одно там, а может быть, несколько высших образований. Это люди, которые чего-то добились в этой жизни. Это артисты, причем выдающиеся артисты, да, вот когда сегодня их называют предателями, мне смешно смотреть на тех Шариковых в лице Басковых каких-нибудь, да, в лице Газмановых, а тем более младшего Газманова, да, которые грязью поливают талу Пугачева, где Пугачева и где Газманов младший, уж тем более там Басков, да, но тем не менее, то есть вот вокруг, в принципе, объединяется она вокруг людей, которые пользуются в обществе каким-то уважением, да, вот вокруг таких людей всегда всю жизнь объединялись. Эти люди уехали и продолжают уезжать, и Путин со своими хамоватыми приспешниками делает все, чтобы как можно больше интеллигентов уехало, то есть уважаемых людей из страны уехало. Вокруг кого объединяться-то будем? Вокруг Шариковых, которые уже сейчас матом разойдут, ты посмотри, что несут некоторые чиновники, да ладно, некоторые. Дмитрий Анатольевич Медведев, ты почитай его, ты видишь, читаем, читаем. Это же с ума сойти можно, я могу, да, когда какой-нибудь гопарь, пьяный, где-то на улице в пивнике с тобой вот так вот будет разговаривать, ну ладно, да, но тут все-таки бывший президент. Объединяться вокруг Путина, ну тоже идея-то так себе, она недолговечная хотя бы Путину на минуточку практически 71 год, и мы понимаем, что он не вечен. И однажды он просто в силу естественных каких-то, да, особенностей человека, он уйдет от всех от нас. А мы вокруг него вроде как объединялись все эти годы. Что делать-то будем? Пойдем в пропасть бросаться всей нации сразу, потому что все, не будет у нас больше вот этого стержня, вокруг которого мы объединили. Но знаешь, давай Медведевну закусочку оставим, мне есть, чтобы по этому поводу сказать. Так вот, ну ты какие-то крайне странные вопросы задаешь. Знаешь, и пускай катятся, и пускай катятся, всякие там Пугачевы, Фридманы и все прочие, пускай катятся, айтишники и все прочие. Это же стратегия на самом деле, государственная национальная политика России. А не пускай катятся, потому что мы-то их всегда примем. Это же здорово, когда там Чулпан Хаматова теперь, Анатолий Белый, они все вот в Риге с интерпризами ездят по странам Балтии, и у нас теперь бывает, когда бы мы еще увидели этих артистов, когда бы там Галкин приехал бы к нам в Таллинн выступать. А он был, он выступал, причем не в одном Таллине, не в других эстонских городах, с фурором, тут с аншлагами, переаншлагами. Это здорово. Пусть они от вас катятся и едут к нам. На самом деле, конечно, это стратегия государственной политики. Али ты не слыхал про философский пароход, когда Владимир Ильич Ленин посадил всех там в 1921-1922 году всех этих специалистов, философов, ученых и всех прочих. Вон пошли, из России всех выслали. Потому что управлять-то кем проще? Умными людьми или стадом? Так вот и идет как раз такая отрицательная селекция. Это же все вот теперь тоже такой тренд. Отрицательное всплытие крейсера Москва, отрицательный взлет какого-нибудь стратегического бомбардировщика, отрицательное наступление из Херсона и все прочее. И здесь та же самая история. Включены уже давно механизмы отрицательной селекции. Все эти вот беснующиеся пропагандисты, болеющие какое-то там кремлевское стадо. А вот это то, что нужно как раз власти. Вот это то, что как раз и они хотят. Эта цель поставлена. То есть оглупление, оглупление и зомбирование, зомбирование и оглупление, смертельно отравленные телевизором пенсионеры. Массовая базовая поддержка Путина – это люди 60+. Самые активные потребители информационных ток-шоу, пропагандистских российского телевидения – это, конечно, люди 60+. Значит, 84% из них поддерживают Путина, поддерживают политику в Украине и все такое прочее. А молодежь как раз на другом полюсе оказывается, при всем при том. Может кто-то плохо разбирается. Вот это я предлагаю вообще вынести отдельную программу. Да, отдельную тему, что там с молодежью российской происходит. Да, потому что молодежь только российская, вообще вся молодежь сегодняшняя, она не смотрит телевизор, она не ходит на выборы. Но мозги начинают промывать. Но мозги начинают промывать. Вот эти вот уроки о самом главном и все прочее, конечно, они смещают ориентиры. Как молодежь на это реагирует – это другой вопрос. Это одна, значит, это как бы один океан. Второй океан – это же, конечно, моя любимая Наталья Зубаревич, которую обожаю, теперь нас стали ценить. Смотрю, везде ее цитируют, и за рубежом, и везде все прочее. А вот она знает регионы, региональную политику российскую. Ну, от ада я и прекрасно профессионал просто высочайшего класса. Так вот она давно сказала, что на самом деле Россия не едина, существует пять России. Одно дело – эти возрастные страты, социальные, там, молодежь и пенсионеры. А есть еще пять России. О чем ты начал говорить? Россия городов больших, Россия городов средних, Россия городов малых, Россия сельская, и Россия, например, Кавказа и Тывы. Совершенно разные России. Совершенно разные, и там, соответственно, тоже отношения к всему, что происходит в мире и в России, в частности, тоже совершенно разные. Москву и Тыву возьми. Даже если мы там смешаем все население, безотносительно к возрасту. Конечно, совершенно будет разное отношение ко всему. И об этом тоже можно долго и много говорить. И как вот в таких условиях-то объединяться? Вот у нас не получится просто объединиться. А теперь представь, мы тут между собой договориться не сможем никогда в жизни в пяти России к тобою названной. А теперь мы хотим, и там, условно говоря, я завтра приеду к тебе туда, в Таллинн, в котором я никогда в жизни до этого не был, и начну права качать. Тебе ведь так, Андрей, ты и тут неправильно живешь, и ты мне совершенно справедливо заметишь. Слушай, что ты вообще знаешь о жизни в Таллине? И ты мне тут советы ходишь и раздаешь. Вот тут-то я вообще, это тупиковый путь. Но до этого еще шкандыбать и шкандыбать, как говорится. Поэтому я вообще не понимаю. У Гитлера-то опыт был, да. Сначала объединили всю Германию. Германия, кстати, тоже... Ну, тогда Гитлера, Бисмарк еще сделал, естественно. Но, тем не менее, Германия-то были совершенно разные народы. И веры, кстати, тоже разные. Там на севере протестанты, там на юге католики, Бавария, крупнейшее королевство, и все прочее. Тем не менее, их объединили. Сумели объединить. Да, не так уж, ну, полвека и объединили. А потом еще и Австрию, а потом и всех немцев, расселенных по Европе, те же самых судетов. Поэтому опыт-то есть уже. Я думаю, что как раз Кремль на этот опыт в основном и ориентируется. Само собой, само собой. Это все-таки концентрация, создание такого ядра, вполне управляемого ядра, из русской нации. А потом уже, как бы, интеграция всех малых народов. Будут проблемы, само собой. Там есть вот Татария самодостаточная, например, Кавказ и все прочее. Ну, вот, союзники. Здесь и опыт Османской империи вполне может пригодиться. Да и в России как-то вот сумели, тем не менее, создать единое государство, включив в его состав многочисленные народы, не всегда причем добровольно вошедшие. Поэтому опыт есть. Вот поэтому это будет ядро. Будет русское ядро, а вокруг него, как Солнце, вращаться планеты малых народов. На самом деле, это технические в основном проблемы. Как это Кремль представляет? То, что времена изменились, то, что народы теперь совершенно другие, ментальность изменилась, и что сейчас мы живем в постинформационную эпоху, это не учитывается как раз. Почему вот Путин и терпит поражение в своих этих вот планах гегемонистских? Почему он и терпит это поражение? Ну, знаешь, если позволишь, я тебе все-таки про Медведева, Дмитрия Анатольевича, милейшего человека. Я думаю, что из него, конечно, хотите посмеяться, почитайте твиттер Медведева. Но понимаешь, мне кажется, что в данной истории он никакой, конечно, не герой, он, конечно, жертва. Он, конечно, жертва. Человек жалкий, которому готова на роль шута при дворе царицы Иоанновны. Тогда вот даже дворянина, князя сделали вот шутом. И это случилось. И вот случилось то же самое с Медведевым. Конечно же, не он все это пишет. Ну, может быть, что-то и он где-то там подписывает. Все эти пригожинские ботофермы, которые они сидят, работают, все это отписывают. Другой вопрос, зачем? Потому что ведь постоянно будируется тема преемника, преемника, преемника. И одно время Запад вполне серьезно делал ставку на Медведева, как на преемника Путина. Потому что по сравнению с Путиным, у него перчискистского прошлого нет. Он как либерал, так он прикормил там всех либералов, интеллигенцию либеральную вокруг себя собрал в Москве. Навальным разрешил в выборах участвовать мэра московского. И все такое прочее. Но когда ситуация стала выходить из-под контроля, все эти митинги на Сахарова, на Болотное и все прочее, Путин, естественно, значит, ее опять в шкаф затвинул, вернулся в кресло президента. Но, тем не менее, эта вот идея поиска Запада и Америкой в том числе какого-то достойного преемника Путина возможного, она продолжалась. И кроме Медведева, собственно говоря, такого более-менее договороспособного человека там не просматривалось. Ах так! Значит, сейчас мы из Медведева такого сделаем, да? Столько на него навешиваем. Ваши, да, французско-германские рожи перекосятся, когда вы только о Медведеве в следующий раз подумаете. И поэтому сейчас из него такого и сделали. Ваньку для битья, по сути дела. Да, ведь никто же не рукопрещет Медведеву. Ах, как здорово, он что-то там написал, сказал. Даже в России над ним похихикивают. А на Западе брезгливо морщится теперь от всего этого. То есть все. Конечно, репутацию его, кремлевская, братва, своими технологиями просто уничтожила полностью. Засим спешу откланяться. Россия без будущего. Александр Романенков. Андрей Кузичкин. Моя фамилия. Моя фамилия, прости, подлеца. АРУ-ТВ. Реальная журналистика. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Всем пока из Эстонии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова